Посадка в вертолёт. Позади многочасовые тренировки, тщательные медосмотры и шутка о том, что легче слетать в космос, чем на приразломную. Остаётся дождаться лётной погоды, которая в посёлке Варанды гостья нечастая. От этой точки до платформы 60 километров или 40 минут полёта. Но видно буровую издалека. Зрелище впечатляющее. Посреди Печорского моря стоит стальной остров. Площадью два футбольных поля и высотой в 40-этажный дом. Именно в этом месте российский полярный шельф стал давать первые баррели нефти. Полгода море покрыто льдом. Двухметровые торосы и мороз до минус 50 не может навредить конструкции. Бронированные кессуны способны выдержать торпедный удар. Здесь хранят добытое горючее, а само бурение идёт через центр приразломный. Чёрное золото на материк вывозят ледостойкими танкерами. Платформа уже набрала необходимый запас нефти. К ней сейчас подходит танкер, который готов принять этот запас и отвезти его в точку, где эту нефть продадут. Корабль носит имя известного актёра Кирилла Лаврова. В этом танкерном флоте есть ещё один корабль. И он назван именем нашего известного земляка Михаила Ульянова. Но сейчас его на горизонте и на траверсе, как здесь говорят, платформы нет. Подойдёт чуть позже. Для перекачки нефти на платформе смонтированы две установки «Купон». Они начинают отгрузку, только если соблюдены сразу 30 параметров. Это и сила ветра, и высота волны, и ещё много других показателей. Несоблюдение даже одного служит сигналом к отмену операции. А сама перекачка может быть остановлена за 7 секунд. Так что ни капли нефти в океан не прольётся. Мы пионеры освоения Арктики. Мы первые этим гордимся. Мы добываем, причём добываем безопасно. Весь мир на это смотрит. Мы не проливаем нефть. У нас нет несчастных случаев. В прошлом году из недр подняли 300 тысяч тонн чёрного золота. В этом году рассчитывают на 600. И это немалый вклад в развитие экономики страны. Ведь для платформы необходимо самое современное оборудование, которое в рамках программы импортозамещения всё в большем количестве производится отечественными заводами. Вот и Омская область включилась в процесс и подписала несколько контрактов на изготовление сложного оборудования. «Газпромнефть» заявляла о том, что она будет вкладывать очень крупные инвестиции в модернизацию существующего производства и высокотехнологичную модернизацию. Было проведено техническое совещание о строительстве на территории Омского региона завода по производству катализаторов. Почему у нас такой неподдельный интерес? «Газпромнефть» — это, прежде всего, мы должны понимать, что «Газпромнефть», ставя здесь новое производство, она возвращает и налоговую базу сюда, в регион. И второе — это, опять же, создание новых рабочих мест. Работы в Арктике только начались. Под приразломной лежит запас в 70 миллионов тонн нефти. Планируется, что платформа будет добывать её четверть века. Но это только первая ласточка, ведь на севере сосредоточены 22% разведанных мировых запасов горючего, и 58% из них хранится под российским шельфом. А значит, скоро придёт время новых платформ. Владимир Мутовкин, Александр Саражин, 12 канал.